приветствую вас выжившие люди он отлично выспался а я мы продолжаем играть в грейф ярд кипер и я хотел бы сегодня ой я хотел бы сегодня сделать грёбанное мяско потому что у меня есть это мяско я хочу чтобы оно было съедобным в одну зелень короче я получаю хотелось бы конечно как-то получше затопим печь и запечем мясо и пойдемте пока посмотрим что еще могу исследовать вроде как я немножко нафармил этих прекрасных вещей мне кажется что надо уходить в кулинарию и земледели но с другой стороны а также знаю что мне нужно простые надгроби научиться создавать для того чтобы увеличивать крутость нашего кладбища потому что среди нас чё за день сегодня вот этот день а вот когда я будет этот день придет епископ и мы должны ему как бы немного продемонстрировать свою крутость а это чё за табличка там было ну-ка так создать речной песок склад камней можно сюда камни будет складывать но я не знаю на самом деле а это же за светлячки интересно просто светлячки я могу делать на болоте здесь есть руда причем медная да я могу ее даже добывать подожди пока мы это делать не будем я вижу кучу камней на грибочке которые у меня закрыты пока а вот как торф копать я пока не понимаю видимо он как-то по-другому что ли выглядит но по-любому здесь это же болото твой мать в болоте должен быть торф это что такое мне все интересно я хочу все ничего если два бревна выкопал вот это кудесник ну ладно сейчас мы их заберем чем мы их заберем я теперь умею бревна доставлять как молодец так знаете мне это напоминает интересную игрушку она была по-моему на дэнди или на сеги называлась мув вид ее суть была в том что тебе дают головоломку с ящиками ты должен эти ящики вот примерно таким же образом переставлять туда-сюда вот я примерно этим и занимаюсь я знаете ли был хорош в этой игре поэтому труда перетаскивать бревна для меня никакого не составляет пошли на кладбище теперь посмотрим что мы можем там создавать теперь вроде бы как я это могу делать и что вот здесь такое готовить я могу готовить что-то на костре давайте добудем немного палок а то с палками у меня чё-то какие-то проблемы да плюс они еще дают вроде бы как красные кружочки если замечательно это видимо это видимо очки силы за камни вроде бы их тоже дают трупик не привезли сегодня кстати хотя думал их каждый день привозят но по всей видимости каждую неделю здравствуй кладбище что я могу сделать так место под могилу по всей видимости это нужно создавать прямо на могиле что ли а это что такое читать это область закрыта в связи с деятельностью культистов за информацией обратитесь к инквизитору но инквизитор у нас будет вот в этот день поэтому пока тут особо то не обратишься то есть я поэтому и рубить здесь ничего не могу и изменять что мы можем делать с могилками допустим вот это надгробие должен делать по всей видимости в верстаке да что-то мне так подсказывает здесь есть что-то здесь ничего нет ладно пошли в мастерскую мастерская насколько я понимаю находится у меня в морге да потому что до в доме у меня находится тупо кухня здорово гэри неужели ты хочешь мне сказать что я должен еще и верстак сначала создать по следимости да ну это нормально я учусь что начинается сразу вот здесь вот наверное есть верстак но если его здесь нет тогда мы спустимся в подвал так наковальня из деревянная и печка кстати надо бы печку сделать я понимаю что она мне пока не особо чего поможет здесь нет верстака никакого ну-ка пошли тогда в подвал по-любому это все там находится так мяско иди сюда пойдемте в подвал посмотрим что можно здесь создавать и так ящик это все что я могу замечательно может быть когда разгребу завалы мне что-то откроется тогда же нам на завал то нужно деревянные клинья брус два бруса надо и деревянные клинья так подождите а я делаю доски да а как же их превратить в брусе ладно пойдем сначала построим все что я могу построить у себя во дворе или хотя бы большинство из того что я это могу сделать в любом случае здесь я верстака не вижу единственное что вижу вот здесь точильный камень и мы здесь можем в общем то вот лопату например починить и она будет работать лучше я полагаю да да лопату лопата отлично себя чувствует все остальное мы практически не использовали но надо обязательно помнить что инструменты здесь ломают спасимости скорее всего после того как они ломаются и начинают жрать больше энергии так деревянная наковальня можете повернуть не давайте сначала ох нифига себе место для рубки то здорово а почему она не вращается повернуть его вращается но не инвертируется так и деревянную наковальню вот сюда и вроде бы у меня ничего нету до больше дерево место для рубки я поставил козлы у меня есть только печку осталось да но печка это камни камни мы когда-нибудь сделаем давайте вот это все построим да а вот тебе и верстак теперь все понятно мы можем создавать клинья и мы можем создавать дрова для того чтобы разгрести тот завал нужны клинья а железный слиток мы можем делать простые детали и гвозди короче товарищи как я предполагал мы должны построить плавильную печь да это определенно точно где она у меня была вот она вот здесь вот у меня была еще нужно сколько пять камней пошли добудем пять камней где-то здесь я видел кучу просто этих камней и давайте же их добудем тем более мне нужны же красные вот эти кружочки это сразу три камня прилетела и 2 странное да дело с маленького куска прилетела три камня с большого 2 летучая мышь пошла вон твари ничего себе крыло летучий мышки я сейчас тогда много крыльев получу с вас умрите падлы иди сюда ты не знаю пока куда их девать но прикольно может быть пригодятся так давайте вот здесь вот бревна выкопаем бревна нам но тоже нужны это у нас по-любому медная руда получается да это медная руда сразу пять штук нифига себе вот мне интересно что вот это такое можно ли его ковырять ковырять его нельзя но ко мне можно окей вот там еще есть по моему медная руда а как же интересно железная руда выглядит но она по-любому не на болоте хотя тот чувак как раз таки о болоте говорил вот походу еще одна медная руда давайте вы говорим хуже то точно не будет да это а это подождите это уже железная это было железная пардон пардон это все меня испортили игры где медная руда всегда красненькая все нормально у нас есть железная руда мы в принципе сможем теперь ее плавить в печке это это просто класс это просто класс так положим все бревна на место и давайте заложим оплавильную пехты шьё моё какое здоровое здание вот по справа налево вращается вот а по-другому как то как бы нет особо ну давайте вот сюда ее поставим чё ее наверное еще построить придется у меня нет очков но у меня есть отличное мяско я жру о господи вы понимаете что я жру вообще я думаю что вы понимаете что я жру давайте же построим ее и попробуем поплавить там материалы я уверен что для того чтобы она работала нам нужны вот это вот дрова а дрова создаются в общем то вот здесь вот пожалуйста дрова создать так здравствуйте дрова сразу красное очко получили теперь мы собственно топ топим это дело дровами и закидываем сюда железную руду которая вот прям дофига всего жрет ну давай три слитка пускай плавится а я пока сделаю еще немного дров а я не сделаю больше дров потому что у меня нет чего чурбана то есть мы должны сначала сделать чурбан как это все прикольно вообще мне нравится да мне нравится система крафта представить как было бы классно если все это работало еще и в мультиплеере давайте еще вот столько дров да 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 все бабло чё если здесь еще был мультиплеер это было бы очень круто но к сожалению мультиплеера у нас нету так пожрем булок вырыв давайте в быстрый слот его до ням 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 пожирали работаем дальше я изначально хотел еду продавать но учитывая значит историю о том что для того чтобы это все про а можно зайти в печь кто нет пока она жарит я не могу что ли еще делать это очень грустно кстати я наверное сейчас еще что-то в быстрый слот у меня еще есть ягоды и крыль летучие мышки я не знаю зачем они нужны но прикольно ну беда слушайте она достаточно долго плавится пойдемте тогда пока еще поковыряем чего-нибудь да там же есть еще железная руда плюс еще мне палки нара пригодятся что у нас по очечкам очечков у нас 20 на 36 пошли чем быть поисследуем так что у нас тут же гайнут все остальное требует уже сиденькие значит эти штуки а вот по телам можно что-то и поисследовать также у нас есть борничество создать мед пчелиный воск ну я не очень люблю пчел на самом деле зато я очень люблю инструменты так что давайте-ка вкинем в инструменты с другой стороны на это первоуровне инструменты значит у меня будет меньше расходоваться стамина при использовании этих инструментов также у нас есть обработка камня горное дело сбор уголь железно подождите а я и так склад железной руды я же и так могу собирать эти вещи да или или я что-то не понимаю что мне нужнее инструменты или сбор наверное для начала сбор а потом уже инструменты давайте откроем сбор осталось 11 на 26 что еще могу тут взять тут нихрена не могу сделать тут нихрена не могу сделать зато тут могу сделать твердые запчасти ну давайте на тем более что на следующий день а может быть даже уже привезли трупешник который можно обработать раз проверим это дело уже портится падла мне ничего не привезли все нормально да тогда давайте посмотрим что я могу сделать для кладбища вообще по идее надо в обработку камня выходить потому что она же круче да простите не сюда простите опять не сюда где это проверял вот здесь а где это простите видел так это место для вода да 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 стоять вот у нас есть деревянный крест стоит это четыре дровишки у нас есть это что деревянная табличка плюс один к могиле и у нас есть зорова на создает собственно оградку по идее нужно что табличка крест табличка а ну это два это один странно стоит абсолютно одинаково в чем прикол создается на столярном верстаке а это что место для рубки у меня нет столярного верстака понимаете я хочу сделать дрова себе сейчас я сделаю сначала чурбан о кажется у нас одна железяка выплавилась замечательно вот видите да я не могу это создавать потому что потом потому что у меня нет дров до стойте это можно убрать вот дрова получили и допустим крест исследование не завершено и ясно 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 да так технологии это вот здесь было добавляет плюс один создаётся на столярном верстаке столярный верстак второго уровня может быть я что-то не построил наверное да есть столярный верстак ни хрена нету вопрос где шоу взять можно кстати склад железная руд зуба охрине где столько места взять площадь чтобы увеличить нужны сложные железные детали и гвозди и плюс брус абрус я делать не умею правильно правильно наверное не умею себя volley здесь вот проверим наatively не умею да я его не умею делать а вот интересно здесь могу нет здесь тоже не могу зато могу простые железные детали делать и гвозди и ясно и individum Место под камни от железной руды закинуть. Там дофига её надо прям закинуть, чтобы она уже плавилась наконец. Я думал просто, что я могу добить её, докидать, но, видите, не даёт. Не даёт. Где ж я могу построить этот столярный верстак? В подвале только ящик можно поставить. Так, строительство. Драгоценные металлы, лесоруб. Рубка больших деревьев. 20 голубеньких этих, что стоит. А вот, смотрите, столярный верстак. 20 на 10. Ясно. Мне нужно нафармить 20 красных очков. Мы это можем сделать изи. Используя, например, долбёжку камней и деревьев. И у меня ещё ХП мало. А что добавляет ХП? Только энергию добавляет. Булочка тоже только энергию добавляет. О, приехала. Сейчас идём забирать. Сейчас вот это докопаю и идём забирать. Трупешник подъехал. У меня как раз новые технологии выучены. Сейчас будем извлекать из него что-то. Я, правда, не знаю, куда это девать буду. Но извлекать мы будем это однозначно. Нахрен мне эта яма. Она вроде как не работает. Почему тебя нельзя туда выкинуть? Странная хрень. Здорово, Гири. Как у тебя дела? Теперь мы можем, собственно, вот это вот всё. О, эта штука, походу, как раз синяя-то и даёт. Ну, давайте начнём с мяса. Начнём с мяса. Теперь мы извлечём черепушку. Я, правда, не знаю зачем. Ха, но это весело. Она синюю не даёт извлечь кожу. А там что-нибудь вообще останется? Нет? Ошибка хирурга. Ясно. Давайте кости выковырим. Я не знаю, что за ошибка хирурга, но это, наверное, плохо. Вставить. Можно кожу вставить. Серьёзно? А, как интересно, а? И можно извлечь. Ха, как прикольно. Не, ну ладно, давайте её оставим. Слушайте, так можно детали фармить. Вставил, вынул, ставил, вынул. Я понимаю, что это немного не про эту историю. Про вставил, вынул. Ну, короче, вы поняли. О, епископ. Здорово. Не сейчас, сын мой. Твою мать, я просрал время, когда приходит епископ. Ну ладно, мы с ним пообщаемся потом. В любом случае, я пока ещё... Кладбище-то как бы не особо. Давайте, значит, мы место под могилу вот здесь оформим. Замечательно. И вот эту штуку туда запихаем. Копай, как никогда не копал, друг мой. Так, это сюда. И закапываем. И должен из него вывалиться сертификат. А сертификат похоронный, по-моему, я кому-то продавал. У меня их теперь два. Может быть, продан хозяину таверны. Да, да, да. Вот где можно фармить бабки. Вот где можно их фармить. Ну и классно. Я думаю, у меня там одна железяка-то уже выплавилась. И может быть, даже сходить пока на ферму продать сертификат. И в любом случае, у нас ночь. Так что... Да. Вот ещё хочу это убрать. Досочки, палочки, вся фигня нам нужна. А главное, что нам дают красное очко. А мне нужно десять, насколько я помню, да? Ну-ка, подождите. Где там у нас? Двадцать нужно. Ничего себе. Вот это... Подождите. Ну, это же тонкое дерево. Ну, сейчас я сделаю двадцатку. Это всё без проблем. Вот железо приехало к нам. И ещё красная штучка. Сколько там будет? Наконец-то практически всё. Давай. Сейчас надо всё остальное поставить на выплавку. Пусть плавится. Уж больно это всё долгое происходит. Так, создать. Там ещё пятнадцать есть. Значит, закинем туда... Давайте посчитаем. Сырое железо, перепаданное в форму слитка. Воу, ещё и металлолом можно сюда сбрасывать. Так, для того, чтобы выплавить все семь железных слитков, нам потребуется сто семьдесят пять единиц огня, скажем так. Сто семьдесят пять, запомнили. Так, эта штука дадут девяносто. Значит, две штуки дадут сто восемьдесят. Ну, всё-всё легко и просто оказалось, да? Плавим всё. О, чёрт! Я промазал. Ладно. Вот это косяк. Вот это просто... Да, беда. Ладно, ложимся спать. Надо будет сбросить сейчас в морг всю мою вот эту вот историю, которая у меня... Это... В инвентаре лежит по поводу трупика. Кожа там, ещё что-то. Я пока не понимаю, куда это использовать. Так что да, я отлично выспался. Это хорошо, друг мой. Это просто хорошо. Пойдём. Пойдём вниз. Там железо по-любому уже наплавило. Во, отлично. Железо нихрена оно не наплавило. Почти наплавило. Вот сейчас его мы извлечём. И там, надеюсь, не израсходовалось у меня там огнево, чтобы я ничего не потратил. Блин, Гири, падла, ты на ящике сидишь. Ты вообще в курсе? Я хотел сюда вообще-то сложить мои пожитки. Ладно, хрен с тобой. Будем хранить это в подвале, чтобы никто не знал. А то вдруг дом обыщут. Там епископ какой-то, жук прям. Обалденный. Чё-то знает, чё-то хочет. Так, ещё, ещё, в общем-то, 9 мне очков надо, чтобы исследовать крутую технологию. Уже 8. А вот теперь главное не промазать, да? Теперь главное раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот шесть, да? И погнали. Всё, пусть плавится. Теперь можно не переживать. С каждого слитка мы получим одно очко, да? Нам надо 20. 8 нужно. Сейчас я ещё тут хотел вот это дерево. Да блин, оно же тонкое. Почему ты его не можешь пилить? Но мы обязательно исследуем технологию рубки деревьев. Я здесь всё выпилю нахрен. Это точно. Вот это дерево по-любому можно же спилить, да? Да. Правда, я чувствую, что я сейчас брёвна с него потеряю. Там же не видно нихрена. Есть там чё-то вот... Это что такое? Пень. Замечательно. По кусечке пень. Вроде нету брёвен, нет? Вроде нету. Так что тащим, потащим. И что можно ещё здесь спилить? Вот это дерево, наверное, можно, да? Оно же тонкое. Тонкое. И у меня уже 16. Отлично. Пошли, короче, в Таверду пока продадим сертификаты. Труповские. Вот. А потом... А потом, собственно, придём. У нас уже тут железо как раз наплавится. И можно будет вкинуть очки в исследование этого самого верстака. Серьёзно? Ещё один везёшь? Ну, давай. Принимаем. Чё, принимаем. Подвози. Подвози. Я уже готов его взять. Ну, давай, осёл. Чё ты? Ты же говорящий. Можешь с ним пообщаться вообще? Не сейчас. Занят. Весь такой прям занятой-перезанятой. Так. Ну, давай извлекать. Чё? Хотя, наверное, стоило сначала извлечь мясо, а не сразу череп, да? Ну, давайте. Давайте дальше. Я пока не понимаю, зачем я это делаю. Но, по-любому, тут какая-то ведь алхимия должна быть или ещё чего. В любом случае, это всё пригодится. Ну, и кости. Заметьте, когда я извлекаю кожу, всё время происходит какая-то вот эта вот ошибка. Я думаю, что это потому, что у меня говённые инструменты. Вот, что-то мне так подсказывает. Но, может быть, я ошибаюсь. В любом случае, это прикольно и интересно. Минус 4, минус 1. А-а-а. Ясно. Качество трупачушки, да, ещё? Влияет. Ну, да, наверное, не стоило мне из них всё извлекать. В общем, будем знать на будущее. Может быть, даже не стоило извлекать из них мясо. И тогда, может быть, будет ноль, кстати. Но при этом, то есть, получается, я должен всё потом вот это вот выковырять отсюда. И запихать сюда. Видите, минус 4 вот таких трупиков. Всё, понятно теперь. Блин, прикольно. Прикольно. А ещё было бы прикольно мне начать кулинарить. Потому что мне это чертовски в этой игре доставляет. Что странно. Обычно я на такие вещи не ведусь. Ой, это я куда? Это я туда иду. Чем мы прода... Подождите, а сертификат-то мне выпал? Я чё-то не... Да, выпал. Всё нормально. Всё, пошли. Он ходит с факелом. Гроза ночи. Здарова всем. Как у тебя дела? Не хочу с тобой общаться. Торговать. Чё, подожди, стой. Я бы хотел продать немного свежего места. Спросить про огород. О, вот сейчас спросим, кстати. Давайте сначала продадим ему вот эту вот историю. Я три хочу. И можно ещё продавать ему, кстати, дерево. Но дерево... Ну его нафиг. Не, не отменяем. Всё, продаём. А теперь давайте спросим про огород. Я нашёл заброшенный огород около кладбища. Вы что-нибудь о нём знаете? Ах, огород. Да, есть такой. Купец получил его за долги от какого-то бедолаги. А я теперь должен найти для него арендатора. Но желающих что-то нет. Слушай, а может я тебе отдам права на его использование? Ты же там живёшь. Да и соседство с кладбищем тебя наверняка не испугает. Отлично. Вы открыли новую технологию и получили знание. Пустая грядка. Продолжать слушать. Отличная идея. Ну вот и здорово. Тебе всё же необходимо поговорить с купцом. Юридически все права принадлежат ему. Так-то если подумать, я без его разрешения не могу отдать тебе бумаги. Но я пойду тебе навстречу и отдам бумаги сейчас. А ты пообещаешь, что утрясёшь всё с купцом. Конечно, я с ним поговорю. Потрясающе. Поговорить с торговцем вот в этот день. Он приходит торговать к нам в деревню каждый вот этот вот день. Ему тут принадлежит старый амбар. Сразу на юг от таверны. Вот там он и торгует. Юг от таверны. Ммм, такс. Я бы хотел продать немного мяса. У нас в деревне Большой Деликатес. С радостью куплю. Главное только, чтобы королевская мясная печать стояла. Найти печать и продать мясо Харадрику. Как-то давно у нас тут был инцидент с, так сказать, непотребным мясом. Вот с тех пор всё мясо должно быть отмечено королевской печатью. А мне хлопот с городскими властями и без контрафактного мяса хватает. Угу, угу. Ума не приложу, где ты мог взять это левое мясо. Но главное, что выглядит и пахнет оно аппетитно. Но если нет печати, то у меня связаны руки. Где могу достать эту печать? Ну, ты можешь послать официальный запрос через единую королевскую канцелярию. Их ящик есть прямо у твоей церкви. Но это влетит в копеечку. Есть, конечно, и другой способ. Я тебе по-соседски о нём расскажу. Наклонись-ка ближе. Есть парень, кличут змеем. Так вот, сдаётся мне, что у него есть фальшивая королевская мясная печать. Но я, по правде говоря, его давненько не встречал. Поспрашивай у Шармель. Она у нас поёт каждую вот эту вот историю. Уверена, она знает, где найти змея. Спасибо. В смысле? Нет, я не хочу пират. Я против любого пиратства. Меня потом инквизитор сожжёт. Ты понимаешь? Харадрик, поговорить с торговцем в этот вот день и печать, и продать мясо. Я понял. А ты что-то даёшь мне? Ты ничего мне не даёшь. А ты что-то мне даёшь, госпожа Чейн? А Харадрика ведь тоже фамилия Чейн. Правильно? Правильно, потому что это его жена. Так, торговать. Что у тебя есть вообще? Запечённый лосось. Вот я, знаете, мне что интересно? Семена где взять? Семена где взять? Мне дико интересно. Слушай, тётенька. Тебе лучше поговорить с моим мужем. Ну и в жопу тебе. А, подожди. Нет, стой. Не в жопу. Дай-ка мне поторговать с тобой. Рецепт рыбной... А, я понял. У тебя только кулинария. Кто это вообще у нас такой? Яр, что ты сегодня не везёт. И всё, да? Разговор закончен. Ну, спасибо большое. Пообщались от души. Деревня может спать спокойно. Это замечательно. Я пойду к кузнецу сейчас схожу. Он сказал, на юге, прямо от деревни. Это вот сюда. Не сейчас, друг мой. Это торговец? Внезапно? Так это ж как раз-таки этот день и есть. Он идёт торговать. Пошли за ним. Пошли за ним. Торговец, я полностью твой новый лучший друг. Понимаешь? Я иду к тебе домой. Вот амбар его. Он сюда идёт по-любому. Приветствую тебя, селянин. Ик. Если ты богат серебринг монеты, я могу предложить тебе удивительные товары. Это хорошо. Сразу хочу извиниться, но ничего из ваших пожитков покупать не буду, только если антиквариат. А я сомневаюсь, что у вас тут в наличии что-то есть. Я тут новенький, но все уверены, что я смотритель местного кладбища. Но вообще-то я из другого мира похожий. Мне надо вернуться обратно. Ох, как я тебя понимаю, тот мир мне тоже чушит. Слава богу. Я должен быть в роскошных городских покоях. Но, к сожалению, родился в нищете и вынужден зарабатывать своё состояние в этой глухомане. Так, испугать его, чтобы вылечить якоту. Поговорить об огороде. Ну-ка давай про якоту. Бу! Ты чё, ошалел? Я просто хотел помочь с якотой. Очень глупо. Само пройдёт. Чёртово несварение. Акулии-плавнички в винном соусе были великолепны. А вот крылья бабочек фри были, конечно, лишними. Похоже, мой метод подействовал. Похоже на то. Поговорить об огороде. Харадрик сказал, что я могу пользоваться огородом около кладбища. Но для этого мне надо уладить формальности с вами. А я с вами забыл об этом... А я совсем забыл об этом куске глины. Он мне почти даром достался. Но, разумеется, это всё было очень давно. Учитывая, что там не такая уж и плохая почва. Плюс рост цен на землю. Ах ты падла, а. Сейчас эти ценные угодья я готов уступить, скажем, за десятку. Десять по рукам. А-а-а... У меня столько нет. Хорошо. Как насчёт пяти? А-а-а... Дорого. У меня сейчас тугость деньгая. Может, я мог бы расплатиться частью урожая? Ясненько. Работающий парень хочет выбиться в люди, выращивая капусту. Что ж, можно и так. Но для начала мне надо убедиться, что ты вообще можешь что-то выращивать. Предлагаю сделку. Ты приносишь мне морковь, капусту и свеклу. После этого я буду уверен в твоей надёжности, и мы сможем заключить долгосрочный контракт. Чё скажешь? А-а-а... Капуста, морковь и свеклу. По рукам. Как только соберу первый урожай, сразу принесу его вам. Новое задание. Дать ему овощи. На пробу морковь 12 штук капуста. Всего по 12. Раз уж мы теперь партнёры, я бы хотел попросить о маленькой услуге. Что за услуга? Мой друг. Я люблю вкусно покушать, но в последнее время мучаюсь жуткими несварениями желудка. А после плотного обеда обязательно появляется икота. Она сводит меня с ума. Один мой друг из винного клуба посоветовал мне принимать ик траву. На болоте к западу от кладбища должно расти много ик травы. Но собирайте её для меня, пожалуйста. Конечно, буду на болоте на рву. На западе. Хорошо. Одну ик траву надо собрать, собственно. А что ты продаёшь мне? Семена винограда. Семена винограда. Королевская рыба. Так, семена винограда. Ну, я не умею это всё пока выращивать. Где взять семена? Вот это, конечно, главный вопрос. Просто обалдеть. Давайте мы ик траву принесём. Я, возможно, даже успею. Хотя, может, не... Нет, наверное, успею всё-таки как раз нарвать её к западу от кладбища, он говорит. Я быстро сбегаю. Нарвём ему этой самой травы. Теперь я понял, как понимать, какие у меня есть квесты. Когда я подхожу к человеку, там рисуют мне задачу. Поэтому проблем быть теперь не должно. А то как-то иногда странно. Забываешь там, что ты должен сделать. И тебе уже достаточно херово. С другой стороны, есть персонажи. Вот. Принеси бутылку вина. Достичь пятого уровня. Здесь тоже, кстати, задание есть. Найти печать и продать мясо Харадрику. Окей. Дать ему... Да, встретиться на Ведьминой горе. С Инквизитором. В этот вот день. А для задания общего нам нужно со звездочётом поговорить о портале. А я вот не знаю, где этот сраный звездочёт. Беда. Ну ладно. Пойдёмте и к траву искать. Вообще вот это похоже, кстати, на неё. Это, правда, ещё и на ромашки похоже, но... Да собирай ты уже белый цветок. Да, это не очень похоже на и к траву. Ну и к западу от кладбища. Да, значит, мне налево. Окей. Я запомнил, в принципе, как этот цветочек выглядел. Он такой беленький. Беленький он такой. Мост ещё надо построить. Замечательное дерьмо. Ага. Квест, да? Починить. Значит, нужен один брус. Гвозди. У меня, в общем-то, всё есть, кроме бруса. Я не могу делать брусья. Ну-ка, давайте смотреть, как их делать. Кто-нибудь видит? Я вижу. Ну, естественно. Как раз-таки тот самый столярный станок и нужен. Хорошо, давайте тогда... Снадцать уже, семнадцать. У меня ещё, по идее, железо на это... Наварилось. Наварилось, нажарилось, наплавилось. Интересно, зачем эти цветы нужны? По-любому для каких-то рецептов. Потом буду тоже собирать их. А вот и моё железо валяется вовсю. Забираем. И открываем заготовку, обработку дерева. Вот эту. Давай. Отлично. Теперь у меня есть столярный верстак. Который где-то здесь должен быть. Где ты? Столярный верстак стоит пять досок и две простых железных детальки. О, железные детальки мы вообще изи сделаем вот здесь. У нас есть деревянная наковальня. Бед делаем. Так. Детальки созданы. Ну, ты будешь их брать? У меня, по-моему, инвентарь забит. Давайте я в ящик сложу... Так, набор для починки сложу сюда. И я думаю, что бы ещё сложить. Почему я не могу камни складывать вот сюда? Интересно. Мне хотелось бы узнать. Вот ещё струпешников всё тоже пока сложу сюда. Реждификат на огород. Замечательно. Но мы пока... У нас семян-то нахрен нету. Да. Это проблема, кстати. Гвозди я сделал. Там надо было ещё, по-моему, вот эту вот... Нет, не здесь. Эта штука делается. Наверное, штука делается вот здесь. Доска. Да. Давайте распилим. Замечательно. Теперь, по идее, мне хватит. Надеюсь. Где ты? Столярный верстак. Да. Штука достаточно большая. И еле-еле влезает вообще. Зато, смотрите, её можно вращать. Как тебе только заблагорассудится. Ладно, давайте её вот... Ну, не знаю. Походу, сюда я её поставлю. Пойдёмте. Доделаем начатое. Интересно, можно ли здесь будет переносить объекты? Потому что это было бы очень классно. И всё. Теперь можем создавать брусья. Ещё мне нужны гвозди. И сейчас попробуем мост починить. А, так. Я тут немножечко булочек своих пожрал. Поехали. Прикольно, что в этой игре нужно много чего запоминать. И тебе об этом постоянно не говорят. Починить мост. Так. Новый путь открыт. И даже достижение мне прилетело. Ик-цветок. Кто-нибудь видит? Я вижу кучу железной руды. Но я пока не вижу ик-цветка. Никак не пройти. Вон он, вижу его. Ик-цветок. Блин, мы должны сегодня... Господи, как же мне туда пробраться-то, а? Ой, беда. Ой, беда. Так, сейчас направо. Я вроде начинаю понимать, как здесь тропинки работаются. Просто это. Тебе кажется, что ты можешь пройти. Но тебе только кажется. Ты не можешь пройти. Теперь вот здесь надо искать, где можно пройти. Вот здесь, походу. Ага, у нас тут еще какой-то непонятный... Можно рыбу ловить? Это место предназначено для рыбалной... Для рыбалной, да. Для рыбной ловли. Также места можно найти в деревне на болоте в лесу на море. Окей. Можно порыбачить, короче. И купить рецепт по рыбке, да? У той тетки. Ну, я понимаю, да, что день мы уже, конечно, просрали. И отдать этот ик-цветок я ему уже не сумею. Но мне просто интересно, смогу ли я до тут добраться тупо. Вот я до одного точно добрался уже. Здесь такие лабиринты. Попробуй пойми, куда бежать. Вот ик-цветок. Здравствуй. Ну, забирай его, че ты. Все. Ик-трава. Две штуки. Мне хватит одной, так что можно расслабиться. В общем, господа, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Услышимся в следующей части прохождения Грейфьярд Кипер. Блин, она прикольная. Она прикольная. И надо обязательно... Это не ик-трава случаем. Класс мим прошел. В общем, мне зашла. Мне зашла. Это и покупаю. Покусечки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...